Условий качественной реализации любого многомерного метода это подготовка, должная подготовка массива данных. Сейчас мы как раз рассмотрим такую подготовку. Перед нами массив, являющийся частью базы ESS 2012 года. И включающие блоки переменных, которые так или иначе связаны со сферой профессиональной деятельности, с трудовой сферой. На ней мы будем решать ряд задач, используя для этого ряд методов, многомерных методов. А предварительно подготовим саму базу. Поскольку базу собирал не я, а собирали ее ученые из European Social Security, то следует обратиться к инструкциям, сопровождающим эту базу. Эти инструкции я прилагаю в виде вспомогательных материалов на сайте, посвященном как раз логистической регрессии. И в этой инструкции ученые призывают использовать переменные для взвешивания базы. В базе три таких переменных, как с ними обращаться, опять же, в инструкциях указано, нам придется взвесить по переменной, которая создана из двух исходных переменных с весами. Я создал такую переменную, она называется просто weight, я называю интегральный вес. Также я создал еще одну переменную, где этот интегральный вес умножается на 100, и интегральный вес округленный. Последние две переменных нужны для того, чтобы иметь возможность применять Bootstrap. В ряде методов, которым будем применять Bootstrap встроен, мы его будем, соответственно, использовать. Для этого я создал вот эти две переменные. Weight100r и просто WeightR, значит, rounded. Итак, я отмножаю на вес. Data, WeightCases. Выбираю нужный вес, вставляю и запускаю, например, через Paste. Выделяю и уже запускаю непосредственно. Далее, в базе есть переменные категориальные, которые не могут участвовать в большинстве многомерных методах. Это...